Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка. Сегодня у меня в гостях Владимир Офисенко, политолог. Один из самых известнейших политологов Украины. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Владимир, сразу по нашей традиции у нас блиц-интервью. Это вопросы наших телезрителей. Можем начинать? Да. Итак, вопрос первый, блиц-интервью. Россия утратила в ходе войны стратегическое лидерство инициативу или нет? Да, утратила. А почему? Ну, потому что не удалось путем блиц-крига, быстрой короткой войны добиться победы. Затяжная война – это уже потеря инициативы для России. Потому что такое крупное государство, которое превышает Украину и по численности населения, и по размерам территории, и по вооруженным силам, не может добиться быстрой победы. Вот это уже означает утрату стратегического преимущества. Ну и вторая причина – то, что Украину готов поддерживать на длительный срок западный мир, наши международные партнеры. Путин жалеет сейчас, что напал на Украину? Не знаю. Знаете, заглянуть в мозги к Путину – задача, наверное, неблагодарная. Боюсь, если бы была такая возможность, я бы, наверное, ужаснулся от того, что там увидел. Поэтому я не думаю, что он ужаснулся. Он, скорее, разочарован тем, что ему не удалось добиться быстрой победы. И он не понимает, возможно, ну, кроме сценария затяжной войны, что вообще делать с Украиной дальше. Самое главное – он не ожидал такой стойкости Украины. Он не ожидал, что Украина сможет так упорно и эффективно сопротивляться. Это главная неожиданность для Путина. Второе, чего он не ожидал – это та степень консолидации западного мира и в поддержку Украины, и в противостоянии России. Они в России ожидали совсем иного. Ну, можете, например, посмотреть видео 21 февраля, печально известное заседание Совбеза России. Там же Медведев говорил – да, Запад проглотит, будет реагировать как в 2014 году. А получилось иначе. Вот это две вещи, которых точно Путин не ожидал. А третья вещь? Третья вещь. Я думаю, что он не ожидал увидеть такую украинскую армию, с которой столкнулась армия России. С того момента, когда Украина начала побеждать войне против России, в мире теперь решает не сила, точнее, сила, а не дипломатия. Да или нет? Не совсем так. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что ситуация в самой войне и вокруг войны такова, что решает сила. Да. Но не только сила как таковая, не только военная сила. Потому что российской армии противостоит не только украинская армия, а украинское общество. То есть не только военная сила, но и сила сопротивления самого общества. И, конечно, поддержка наших партнеров. Но я бы не отбрасывал и дипломатию. А в каком процентном соотношении? Можете сказать, сколько решает сила, сколько решает дипломатия? Сейчас, сейчас и на ближайшую перспективу 80% решает сила, 20% дипломатия. Но через год или, скажем так, в конце года, в начале следующего года ситуация может повернуться прямо наоборот. Владимир, вопрос такой от наших зрителей. Вы ненавидите русских как народ? Нет. Я ненавижу Путина и нынешнюю российскую власть. И очень разочарован русским народом, вернее, большинством русского народа. Но у меня нет ненависти ко всем русским. Следующие правители России объявят Путина маньяком. Ну, как это, например, было со Сталином. Ну, я хорошо знаю историю, поэтому Хрущев не объявлял Сталина маньяком. Было постановление о культе личности Сталина. Это немножко другое. Ну, фактически он же назвал, что он сказал, что Сталин виноват во всех убийствах, то есть в этих расстрелах, выселениях. Но, да, хотя виноваты были в том числе и сам Хрущев и другие люди, которые были тогда в России. Но если мы говорим сейчас все-таки о Путине. Смотрите, да, ответ очень простой. Если к власти после Путина придет кто-то из его окружения, скорее всего, он не назовет его маньяком. А вот следующее поколение россиян, не обязательно руководители, а часть здраво и трезво мыслящих людей, ответственных людей, они придут к выводу, что Путин действительно действовал как политический маньяк. А в чем разница политического маньяка, то есть в большем количестве убитых людей? В том числе и в этом. Ну, политический маньяк действует маниакально в достижении своих политических целей. Маньякальные цели Путина – это разрушить Украину, добиться господства над Украиной, уничтожить Украину как феномен, как государство, как нацию. А вторая маньякальная цель – добиться превосходства в противостоянии с Западом. Вот тут точно маньякальность присутствует. Ну, собственно, как и в отношении к Украине. В отношении к Украине я считаю, что тоже маньякальность присутствует в очень сильной форме. Российская Федерация развалится на отдельные государства после войны? Сразу после войны, возможно, и нет, но такой риск для России будет присутствовать. И уточнение того же автора. Если развалится, то когда? Я не Кассандра, не Бабка Ванга, я не делаю прорицаний. Я могу прогнозировать ситуацию, исходя из вероятности, возможности того или иного сценария. Поэтому я не могу назвать вам точного конкретного срока. С моей стороны это было бы безответственно. Вероятность такого сценария, развала России, она существует. Пока это может быть не самый вероятный сценарий на данный момент, потому что это зависит от многих обстоятельств. Но для меня очень показательно, что сценарий распада России, он воспроизводится, я думаю, на уровне даже подсознания. Но он зафиксирован во многих политологических эссе, художественных произведениях уже целый ряд, где говорится о распаде России. Поэтому в российском общественном сознании вот это не просто идея, а я бы сказал, сам фантом, призрак, я бы сказал, призрак распада, он присутствует. Россияне этого боятся, и поэтому это возможно. А я вот можно перефразирую вопрос этого автора и спрошу от себя. А вот какие три причины нам подскажут, что Россия на грани развала? Можете их назвать? Ну, первая причина – это системный политический кризис, когда центральное руководство России утратит контроль и над политической ситуацией, и над административной системой. Это раз, да. Это раз, да. Вторая причина – появление достаточно сильных решительных национальных элит, либо региональных элит, которые будут реализовывать свое право на власть и, возможно, на суверенитет. Третья причина – международная ситуация, которая будет благоприятствовать распаду. Когда окружающие страны и конкуренты России, и партнеры России, ну, скажем так, будут, не будут мешать реализации этого сценария, а может быть, даже будут им помогать. Почему русские так болезненно не хотят впустить в свое сознание правду? Что эта правда, ну, реальная правда, которую там поют им, что эта правда может поломать в их головах, в их мозгах, в их виденье, не знаю. Вот это великодержавие, оно, к сожалению, является главным комплексом российского народа. Вот они считают, что раз они великая держава, они имеют больше прав, чем соседи. И что у них есть право на истину. Вот это главная ключевая ошибка даже простых людей в отношениях друг с другом. Ни у кого нет права на истину. Ни у кого. Когда человек считает, что вот он знает нечто сокровенное, он владеет истиной, он может учить других, и ради этой истины может и убивать других людей, делать все, что угодно. Вот с этого начинаются самые большие преступления. Когда человек считает, что у него есть право на истину. Истину в последней инстанции. Вот, к сожалению, в России и у российских правителей, и у многих простых россиян есть убеждение, что у них есть монополия на правду. Если оказывается, обнаруживается, что государство начинает действовать не в интересах гражданина, а против его интересов. Когда это государство начинает создавать тебе все больше проблем, и ты видишь, что те люди, которым ты, возможно, доверял, которых ты верил, которые правят этим государством, оказываются не теми людьми, не такими эффективными, не такими сильными, не такими справедливыми. Вот тогда у тебя сначала возникают вопросы, а правильно ли вообще все обстоит в моем родном государстве. Сначала просто вопросы или непонимание. Вот сейчас россияне многие в фазе непонимания. Они поддержали Путина, поддержали свое государство. В таких конфликтах, извините за сравнение, оно может быть слишком упрощенное и с моральной точки зрения не совсем правомерное, но чтобы было понятно. В конфликтах между государствами, в том числе военных, это как в конфликтах между болельщиками разных клубов. Понимаешь, ты должен поддерживать своего. Даже ты видишь, что там футболист твоей команды правила нарушил, но все равно я болею за свою команду. Вот в войнах, особенно в начальных фазах, действует принцип коллективной поддержки своих. Когда Россия начинает укрепляться и показывать Кузькину мать всем своим соседям, и не только соседям, когда она начинает вот этой имперской дубинкой грозить всем, в итоге эта дубинка бьет по самому российскому обществу. И под тяжестью военных расходов, проблем, связанных с войнами, с имперской политикой, неэффективной политикой внутри государства, в итоге начинается кризис. И вот тогда элиты, вот очень важно, чтобы против действующей власти выступили не только простые люди, а элиты, не важно, чиновники, политики, представители интеллигенции, чтобы они пришли к выводу, сейчас бизнеса еще, чтобы они пришли к выводу, что эту власть надо менять. Вот тогда происходят изменения, но это происходит поэтапно, через определенные фазы. Иногда быстрее, но иногда это может растянуться даже на десятилетия, как было с стагнацией Советского Союза. Что вот может разрушить систему ценностей у нынешних россиян? Сейчас ведь она, тогда это была идеологическая система, равенство, идея коммунизма, что все будут жить хорошо, но через некоторое время. Все будет по потребности, но через некоторое время, надо подождать. Неизвестно, правда, сколько, в 80-е годы тогда произошло. Затянулось, затянулось. Затянулось, да. Но вот разрушение вот этих всех идеалов и мифов, которые были. А сейчас вот главный миф великодержавия. Великодержавия. И вот что может произойти, если этот миф великодержавия, он будет разрушен. Разрушен военным поражением России в Украине. Смертями простых россиян. Эти смерти уже есть, но может быть это недостаточно, это проявляется лишь, скажем так, в отдельных регионах, может быть не так заметно широкому социуму, да и пропаганда это замалчивает. Во-вторых, накапливание экономических проблем, социальных проблем и возникновение диссонанса между тем, что говорят и то, что люди видят. Вот, кстати, это тоже уже начинается. Как в Советском Союзе люди уже как-то отгораживались от официальной пропаганды, закрывались. Кто-то читал толстые журналы, кто-то там слушал Аллу Пугачеву или Высоцкого. Ну, как бы, да, от официоза отстранялись. А сейчас, даже уже по данным российских социологических исследований, уже тоже начинается недоверие к телевизору, недоверие к официальной пропаганде. Пока вот это коллективное самосознание, мол, мы должны быть вместе, мы воюем, мы противостоим Западу, это как бы пока еще работает. Но недоверие к официальной пропаганде уже начинает проявляться. Самая большая опасность для Путина и для российского общества – это молчаливые россияне. Это как и в Советском Союзе. Это люди с фигой в кармане. Люди, которые не говорят «нет», не ходят на протесты. Они пока сейчас в недоумении. Вот опять-таки миф великодержавия. Вот это правда. Мы же самое крупное. Мы должны показать Кузькину мать и США, и НАТО, и Украине. А тут даже какой-то там Украине не можем показать. Как это так? Сейчас начинаются трещинки вот в этом понимании своей правды великодержавной. Как это так? Ушли из-под Киева, из севера Украины. Ушли сейчас с острова Змеиный. Не ушли, а добровольно. Как там? Добровольно. Добровольно-принудительно. Это формула известна еще с советских времен. Но они пока не хотят верить. Они думают, ага, ну это договорники. Это там договорились или с Турцией, или с Западом. Но это тоже не нравится. Ну, тем, кто хочет, опять-таки, полной победы, демонстрации, что Россия победила всех и вся. Они, в первую очередь, разочарованы, и они в истерике. А эта истерика передается остальным. А у остальных, у простых людей, возникает когнитивный диссонанс. Что-то тут не так. Нам обещали быструю победу. Мы самая крупная держава. У нас больше всего ядерных боеголовок. А тут не можем победить какую-то там Украину. Вот этот когнитивный диссонанс появляется, но это пока только первая фаза. Если украинцы провожают своих погибших солдат как героев, ну, это можно сейчас включить, любое там, везут погибшего солдата, и люди выходят, встречаются, становятся на колени, дают ему, провожают его последний путь с почестями, то вот в России, не скажу, что всех, но очень многих убитых тщательно скрывают, что приехал труп, что там уже есть могила. Это значит, что они стыдятся этой войны? Или все-таки это какой-то момент пропаганды? Я думаю, что здесь скорее не стыд. Вообще категория стыда, она, ну, в России, мне кажется, деформирована очень сильно. Это означает понимание того, что большое число жертв, оно может привести к очень сильным изменениям в общественном сознании. Кремль боится этого. Кремль боится, что большое число жертв, большое число гробов, которые придут в российские города и села, они очень сильно повлияют на эмоции россиян. Они могут изменить отношение к этой войне. Потому что отношение какое было? Это тоже известная, кстати, психологическая тенденция. Сначала всплеск патриотизма, такой угар шовинизма. Все за, да, вот как вы сказали, мочить хохлов, да, поддержим наших пацанов, мы покажем, что мы самая сильная армия в мире. А потом начинаются проблемы. И люди начинают отстраняться от этой войны. Они переключаются на свои проблемы. Они не хотят смотреть репортажи про эту войну, новости про эту войну. Это тоже эмоциональная как бы усталость. У нас, кстати, она тоже проявляется, только по-другому. А дальше, вот если появляются гробы, а война-то? Это война не за свою страну. Это война в чужой стране. Я думаю, что они даже на подкорке, то есть неосознанно, но немножко понимают, что они воюют же не за свои интересы. Понимаете, воевать там за какие-то исторические земли? А что там для жителей, я не знаю, Калуги, Пенза, или я уж тем более там Бурятии? Какие там исторические земли в Херсоне или в Мариуполе? Их интересует вот, необрабатываемая земля в их регионе. Там куча заброшенных земель, необработанных. И вот это понимание, оно будет. А когда гибнет свой родственник или близкий человек, да, может быть там злоба, непонимание, да, ага, эти хохлы убили нашего пацана или нашего сына. Но в итоге-то рано или поздно начнет появляться ощущение недовольства по отношению к власти, что власть виновата, которая послала этих пацанов на никому не нужную войну. Война, не нужная простым россиянам, потому что они не видят какой-то личной пользы от этого. Господство закона, свобода, права человека, эффективная экономика, социальное государство. Это все сейчас не о России. Это все сейчас о Западе. Но почему вот это все россияне считают зловредными выдумками Запада, разрушающие русскую нацию и душу? Откуда такая вообще привязанность, точнее, откуда такая привязанность вот этому вот чему-то непонятному русской душе? И откуда такая неприязнь к правовым основам, которые вот четко прописаны? Тут на самом деле давняя традиция, это особенность политической культуры россиян. В России, после того, как еще Древняя Русь была завоевана монголо-татарами, в России, в Московии, в Московии, а потом и в Российской империи, восторжествовала ордынская модель власти, ордынская, где правит хан. И власть и право, оно сосредоточено даже не в правящих элитах, а в одном человеке, самодержце. Идея самодержавия, главная идея российской политической культуры, ключевая идея. И даже вот вроде бы демократически избранные президенты, ну демократически как бы условно, я говорю вот сейчас о Путине. Да, мы видели, как бросались вот такие стопки бумаг. Но тем не менее, как бы да, Путина поддерживает россияне. Это тоже факт, который как бы надо принимать. Но как бы речь не идет о каких-то нормальных демократических процедурах. Но они воспринимали, что Ельцина, что Путина воспринимают, как царя, как самодержца. Вот это ключевая идея их политической культуры. У нас, например, исторически сформировались другие архетипы, другие постулаты политические. У нас тоже проблема с верховенством права. У нас тоже есть, я бы сказал, такой правовой нигилизм. Тоже недостаточно ответственное отношение к правовым нормам. И элиты, простые люди привыкли обходить. Вот тут мы близки россиянам. Привыкли обходить правовые нормы. Но украинское общество отличается от российского идеей свободолюбия. Идея свободы, вольности. И вот первое лицо украинских гетьман, это был принцип военной демократии. Он избирался, но если он не нравился военному сообществу казаческому, его убирали, меняли на другого гетьмана. И вот это закрепилось в политическом сознании, и оно проявляется в современном украинском обществе. А в России наоборот, самодержавие. А в России действует подданческая культура. Простые люди привыкли, что государство нам дает. И первое лицо государства вот оно все решает. От него зависит, получу я пенсию или нет. Какая у меня будет пенсия. Люди не хотят думать, чем определяется размер этой пенсии. То есть, подождите, я сейчас не понял. Пенсионер думает, что его пенсия зависит от президента? Конечно, конечно, да. Серьезно, серьезно, да? От первого лица, да, да. Первое лицо. А для чего эти все прямые линии, которые ежегодно проводятся в России. Вот этот миф и этот постулат, принцип социального патернализма, когда простой российский обыватель, он зависит от государства. Он подданный, он не гражданин, он подданный, который понимает, что все социальные блага, которые у него есть, квартира, заработок или пенсия, там, я не знаю, какая-то помощь социальная, это все дает родное государство. А в этом государстве главное лицо, вот, это начальник на самом верху, президент. Да, есть начальник ближе, я знаю, там, мэр города, губернатор, к нему можно обращаться, да, но главный начальник, это вот наверху. И вот эти прямые линии, они это поддерживают, культивируют этот миф. Если вот создается такая аура, это такое психологии, аура этого советского, золотого советского прошлого и, возможно, золотого советского будущего, то вот когда это вот все рухнет, а это рухнет, потому что мы должны победить, потому что санкции должны сработать и потому что, ну, не может, вы сами говорите, что история цикличная, империя не может существовать, а у них только черное и белое. И вот когда это все рухнет, у меня такой вопрос. Русские, россияне, простые обычные россияне или правящие россияне, они будут извиняться перед Украиной за то, что сейчас тут происходит как-то? Немцы, потерпев поражение во Второй мировой войне, и тут надо дать должное элитам немецким, не сразу, постепенно, но немцы провели вот эту работу над ошибками. То есть они обнулились, да, можно сказать, что они обнулились от этого? Можно, можно так сказать. Они отвергли вот этот негативный, агрессивный опыт, который был. Они поняли, что этот опыт катастрофичен. Нельзя бесконечно наступать на те же грабли, на которые они наступали, которые привели к войнам и катастрофе для немецкого общества. Но они поняли другое. Надо провести работу покаяния. Покаяние. Это вот, кстати, тоже вопрос, кто и как извиняется за военные преступления. Американские президенты до сих пор не принесли прямого извинения за применение атомной бомбы против японцев. Тоже пример. Вот я привел просто конкретный пример с резней в Нанкине. За нее не извинились. Хотя это было просто огромное, трагическое, массовое военное преступление. Но японцы чувство стыда за совершенное преступление, за то, что случилось, они испытывали. Какая-то внутренняя работа для себя была проделана. Но я почему привел пример с резней в Нанкине? Потому что вот для россиян, ведь вы же сказали, они будут каяться перед нами за то, что они сделали у нас. Вот за те убийства, за те разрушения, за изнасилования, которые были. Я, к сожалению, не уверен, что такая работа может быть проведена. Если это произойдет, если будет нравственная сила у части хотя бы российского общества сделать такую работу, публично это сделать, тогда у России есть шанс восстановить нормальные отношения между двумя нашими народами. Но если этого не произойдет, взаимная вражда, а сейчас это не просто вражда, ненависть, у нас ненависть к россиянам. Это просто носит массовый характер. Это может быть не очень хорошо, нельзя жить все время с ненавистью, но вражда сохранится и не на одно поколение. Это надо понимать. Ответственность за это несет Путин. А вот исправлять эту ошибку и эту трагедию, которая произошла, должны уже, наверное, следующие поколения и российских элит, и российского общества, и часть нынешнего поколения, потому что эту работу придется делать уже тем, кто живет в нынешней России. Закончим все-таки блицем. Тут напоминаю по несколько предложений на ответ. Хорошо? Третья мировая война уже началась? Нет, началась новая холодная война. Кремль сейчас больше хочет мира или войны? Конечно, хочет войны. А почему не мира? Разговоры о мире это тактическая игра на раскол Запада и попытка принудить нас под видом мира к капитуляции. А реально Россия хочет войны. Русский народ, российский народ будет рыдать, если умрет Путин. Когда умрет Путин? Давайте так. Часть россиян будет рыдать. Большая часть? Но не все. Сколько я не могу сказать. Понимаете, сейчас все-таки... Но вот те 70% которые поддерживают войну... Нет, даже эти 70% нет. Там есть фанатики Путина, есть люди, которые эмоционально завязаны на феномен Путина. Это тоже особенность российского самосознания. вот это как бы... То есть небольшое количество. Я думаю, что это меньшинство. Это будет явное меньшинство. А сколько там 10-15% это не имеет решающего значения. Остальные я вам скажу будут бояться. Вот то, что сказал Володин... Вот кстати, эта фраза возможно роковая. В 13-м году Путин сказал Путин это Россия. Нет Путина, нет России. Вот у него это вырвалось. Он хотел сделать комплимент Путину. А на самом деле особенность нынешнего российского политического режима заключается в чрезмерной персонализации. Все завязано на Путина. И в российском общественном политическом сознании такая же ситуация. Не у всех, но у многих, как в то время было в отношении к Сталину. Все решает вождь. А если вождя нет? Как будем жить без вождя? Конечно, сейчас не 53-й год. Люди немножко более современные и знающие гораздо больше. Но все равно вот эта завязанность российской политической системы на Путине она приведет к очень сильным деформациям. Она сама по себе спровоцирует. Может быть большой, а может быть и не очень большой, но сама по себе спровоцирует политический кризис в России. Верите ли вы, что Россия и Беларусь создадут единое союзное государство? Ну, они уже создали суррогат союзного государства. А вот что с ним будет дальше, один бог знает. До зимы война закончится? Может закончиться активная фаза военных действий, а сама война боюсь, что нет. Нужно ли сейчас физически устранить Путина? Я думаю, что этого хотят миллионы украинцев и какая-то часть россиян. Очень хотят. Молятся всем богам, чтобы это произошло. Я не уверен, что это решит все проблемы, но сигнал в космос об этом уже послан. Продолжите фразу. Россия проиграет полностью, проиграет войну, когда я уже говорил, что я избегаю прорицаний, пророчеств. Я не прошу назвать дату, а событие, какое произойдет событие, что вы можете сказать, что Россия вот, уже полностью проиграла войну? Когда российские войска уйдут с нашей территории? Продолжите фразу. Путин потеряет власть, когда проиграет войну? Тоже правило? Продолжите фразу. Для меня победа Украины в войне с Россией это? Это освобождение оккупированных территорий. Спасибо вам большое за такое интервью, за то, что разложили нам все по полочкам. Очень интересный был момент с пониманием разных правд. Хотя вот казалось бы, живем и жили вообще в одном государстве и вот сколько, 30 лет как не вместе, назовем это так, а получается, что понимание правды у нас теперь разное. Очень надеюсь, что те россияне, которые думают, смогут объяснить россиянам, те, которые привыкли не думать, а жить русской душой, исключительно русской душой, не говорю, что это плохо, но жить исключительно русской душой, вот это плохо, что они помогут им и подключить мозги. А для этого, как вы говорили, нужно, чтобы была изменена элита. Правильно я понял? Да, 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 необходимы изменения и системы власти и правящих элит в России, которые деформировали нынешнее российское общество. Это та же ситуация, как с Германией эпохи фашизма. Вот для того, чтобы изменилось общество, надо удалить вирус фашизма вместе с теми людьми, которые принесли этот вирус в российское общество. Иначе эта болезнь будет продолжаться. Ну мы все знаем, что сделали с этими людьми, которые принесли этот вирус. Надеемся, с этими людьми сделают то же самое. Все по закону. А если кто-нибудь захочет стрельнуть в себя в бункере, так мы же не против.